добрый вечер уважаемые слушатели мы начинаем наш разговор о недельном разделе трума и я хочу обсудить с вами самое начало раздела буквально первые пасуки и говорил о шэммаше сказав говори сынам израэля и возьмут мне возношение от каждого мужа которого подвигнет сердце его возьмите возношение мое и это возношение которое возьмете от них золото и серебро и метит хелит и аргаман и червленицу и шеши козы и шкуры баранов красненные шкуры тахашей и деревья шетим масло для освещения благовония для масло помазания ну и так далее и так далее камни шоам камни вставные это уже не так интересно вот мы остановимся сейчас на пятом пасуке и я специально вот так вот выписал все материалы которые были использованы для строительства мешкана в технической документации в раньше времена это называлось значит перечень использованных материалов и вот этот вот список на любом таком большом чертеже в большой организации подписывал главный технолог организации что да действительно все продумано правильно все эти материалы нужны для данного изделия ну и мы представляем примерно да кто у нас главный технолог но поскольку его имя произносить наша традиция не рекомендует то подписи главного технолога у меня здесь нет но список весь есть и так золото серебро медь это предельно ясно это металлы они тогда были такими сейчас они такие тхелет это белая шерсть окрашенная в синий голубой цвет значит в танахе если сказано просто шерсть вот козы до коза это просто шерсть не крашеная она белая а если указан цвет значит такой синий голубой цвет не буду сейчас говорить о том кто такой моллюск тхелет или багряный цвет или червленица красный цвет то материал называется не шерсть окрашенная в багряный цвет а просто аргаман на просто червленица или тхелет шеш по мнению раши это лен с раши мы спорить не будем шкуры баранов это понятно что вот с тахашами есть некоторая проблема потому что мы не знаем что это за животное значит в разных переводах даются разные комментарии твердого мнения на этот счет нет и вероятно это некие животные которые в раньше времена обитали в наших краях но потом исчезли так сказать с животными это случается и так шкуры тахашей и дерево шитим значит ну вопрос первый который у меня лично возникает откуда дерево в пустыне правильный ответ не такая уж это была пустыня и кое-что в ней росло и надо сказать что мы даже сейчас а в раньше времена эти воды было побольше вообще климат был немножко другой вот но даже сейчас те из присутствующих которые бывали скажем в южном негеве вот туда между массадой и эйлатом значит видели что слово пустыня она скорее означает то что у нас сказано в танахе как шла ты за мной по пустыне по земле не засеянной то есть вот наш южный негев который очень похож на сенай по своим природным условиям и собственно даже около эйлата есть несколько километров нашей израильской территории которые географически как бы относятся к сенайскому полуострову вот там есть горы где есть чудесный туристский маршрут вот но это не засеянная земля то есть земля где нет постоянного земледелия значит нас в негеве земледелие но это только современные технологии полива и использование воды вот но даже без всяких современных технологий в этой земле могут пастись овечки так сказать могут пастись козы в определенное время только надо их перегонять с места на место выискивая где есть какие-то небольшие травки и в этой земле кое-что растет я вам сейчас покажу вот оно дерево шитим она же пустынная акация значит википедия это наше все и вот это вот пустынная акация она растет не только у нас в негеве она растет и на сенайском полуострове где температура бывает до плюс 50 градусов цельсия для нее ничего страшного нет она растет и вот что пишет на эту тему википедия что в крайне засушливых условиях может расти как маленький жилистый пуст вырастает до 21 метра в высоту то есть в общем понятно что если найти вот такие вот не очень засушливые условия то можно наверное найти вот такие большие акации из которых сделать детали мешкана значит ну вот растения старше двух лет являются морозостойкими там все замечательно тут возникает вопрос какие собственно акации тогда три с половиной тысячи лет назад росли на сенайском полуострове значит дайте я вернусь к этому месту вот значит предположим что акации были достаточной величины это не факт это с одной стороны с другой стороны я отмечаю что главный наш технолог нам говорит очень конкретно дерево шитим . то есть нельзя было нам ну например получив указание на строительство мешкана снарядить экспедицию куда-то там для того чтобы притащить хорошие деревья для строительства вот дерево шитим и ничего другого есть очень красивый медраж я его вам прочитаю хотя я вообще всегда стараюсь опираться на пшат на простой смысл текста а медраж это все таки такая аллегория но тем не менее наш праотец яков зная о будущем строительстве храма в пустыне позаботился взять с собой в египет саженцы из страны израиля посадив их в египетскую землю и ухаживая за ними он перед смертью обязал евреев продолжить начатое им и взять их с собой когда всевышний выведет их из страны мицрая вам это ничего не напоминает вообще говоря мы когда обсуждали недельный раздел но правда кажется на хевруте мы об этом не говорили но есть очень интересный медраж разъясняющий почему объявление о потопе было дано ноаху за 120 лет до потопа там если внимательно посмотреть датировку жизни ноха то когда ему было 480 лет он получил указание о строительстве ковчега а потоп начался когда ноаху было 600 лет значит на этот вопрос медраж про ноха отвечает так что получил указание о потопе ноах посадил кедры сто лет они росли и потом 20 лет но занимался строительством ковчега из этих кедров вопрос зачем ответ ноах посадил кедры вообще говоря на земле живет много народу в том числе вокруг ноха живут соседи и спрашивают рыб ноах вы чем занимаетесь вам мало деревьев в лесу зачем вы посадили здесь не сельскохозяйственные какие-то вещи а в общем довольно никчемные в хозяйстве кедры напоминаем люди живут в шатрах и кедры в общем не очень так нужны на что ноах отвечает да вот вы знаете через там какое-то время соответственно там через семьдесят лет восемьдесят лет через 60 лет будет потоп и вот всевышний собрался уничтожить человечество и я вот готовлю ковчег для спасения и есть конечно шанс если мы все сделаем тшуву изменим свое поведение то может быть нам удастся уговорить всевышнего потоп не производить но к сожалению у ноха вот это вот педагогическая задача решена им не было народ не изменился поэтому потоп произошел и спаслось только семейство ноаха в ковчеге но попытка была сделана вот о чем говорят наши мудрецы здесь наши мудрецы говорят немножко о другом вот представьте себе следующую картинку такое беспросветное египетское рабство и грядки посаженных праотцом яковом деревьев подходит группа деточек такой ярко выраженной национальности и во главе группы дела деточек их руководитель левит который естественно не участвует в общих работах в рабстве не занимается строительством пирамид а занимается сохранением традиции и вот левит говорит деточкам примерно следующее эти деревья деточки называются акации их корни из эрец и сраэль оттуда и мы все родом и еще вот не выросли до конца стволы и кроны этих деревьев но потом когда-то из них будет строиться мешкан из них будет строиться дом всевышнего когда он выведет нас всех из земли египетской из дома рабства дети подходят поближе притрагиваются к стволам их лица выражают такую сосредоточенность вдохновленность и самое главное доверие словам руководителя вот такая педагогическая задача которую десятки лет решала грядка деревьев акации посаженных праотцом я аковом в египте это медраж я что называется вовсе не собираюсь на него как-то серьезно опираться но тем не менее медраж очень красивый и сейчас мы попытаемся немножко использовать да в этом медраше сразу становится понятно что в египте при условии наличия любого количества воды нил протекает рядом земля гошин это дельта нила понятно что деревья шитим могли спокойно вырасти как нам говорит википедия до 21 метра и из таких стволов понятно можно делать и доски и балки и все будет хорошо это не кустарниковая акация так вот теперь я немножко переброшусь на другую тему и сделаю такое заявление что храмов на самом деле у нас было три хотя традиционно говорят про первый и второй храм но так сказать может быть правильно опять это в порядке дискуссии в конце концов у нас 70 ликов торы а не истинно в последней инстанции и так первый храм это наш поход на полевой мешкан он был построен приблизительно в 1300 году до нашей эры и был работал он не был уничтожен он проработал примерно до 950 года до нашей эры всего около 350 лет то есть там 40 лет странствий период судей период царя шмуэля период царя давида значит ну вот где то так может чуть больше опять таки датировка меня сейчас не очень волнует так сказать последние годы существования мешкана так сказать ну просто его покровы шатра да вот эти самые покрывала сотканные из разных видов ниток и шкуры баранов и шкуры тахашей но они в общем как то пришли в негодность но не потому что какие то хас выхалила враги сожгли родную хату просто так сказать три с половиной века для таких материалов это серьезный слишком срок и значит как мы знаем из следующих книг танаха там уже в общем был ковчег для которого царь давид построил все равно называется это в танахе скиния с ковчегом и с менорой и с жертвенником и со всеми делами но это уже были какие-то новые сооружения на месте скинии так ли иначе наш поход на полевой храм полностью выполнил задачу причем я обращаю ваше внимание что наш храм и в начале своего существования когда он был построен у горы сенай и в конце своего существования во времена царя давида да царь шломо сын царя давида уже построил постоянный храм вот храм соломона сейчас поговорим но наш вот этот вот поход на полевой вариант он постоянно находился в движении вот здесь восклицательный знак причем вот это вот постоянное движение нашего мешкана оно было даже в торе специально оговорено вот когда там сказано сделай ковчег и ковчегу надо было припаять четыре золотых кольца и вставить туда два шеста обложенных золотом и эти шесты никогда не вынимались из колец вот они были так устроены что это была постоянная конструкция если скажем жертвенник медный внешний или золотой внутренний тоже их переносили на шестах или стол для хлебов предложения переносили на шестах но там шесты вынимались и вставлялись то есть шесты хранились где-то в сторонке и скажем для переноски медного жертвенника шесты вставлялись взяли левиты на плечи понесли пришли на новую стоянку опустили шесты вынули поставили в сторонку с ковчегом не так у ковчега шесты постоянно были в кольцах всегда и даже при описании жертвоприношения в дальнейшем узнаем надо было кропить кровью между шестов вот шесты всегда в ковчеге и это намек на то что вот мы как раз с ребнатоном имели дискуссию про юных пионеров так вот отличительное качество юного пионера в отличие от котлеты что он всегда готов так вот здесь нам тора говорит примерно об этом же ковчег всегда готов к движению в любую минуту взяли и пошли с ковчегом туда куда нам надо идти точнее туда куда всевышний нам показывает что надо идти и то же самое весь мешка вот вся его конструкция кстати пора показать секундочку вот конструкция мешкана значит вот по периметру это вид сверху да значит по периметру стоят столбы сделанные из дерева не видно нет так не видно что картинки не должен закрыть и открыть и открыть новое окно извините так а дерево шетим вы тогда тоже не видели сейчас покажу вот сейчас видно сейчас видно расклад да мешкан вот мешкан видно значит вот он мешкан по периметру это вид сверху по периметру вы видите столбы из дерева шетим значит вот на этих столбах справа занавес который отделяет мешкан от улицы это так сказать входной занавес вот на этих столбах занавес отделяющий основную часть мешкана от кодышка дашим вот в кодышка дашим стоит ковчег в основной части мешкана золотой жертвенник стол для хлебов предложения и минора да значит вся эта конструкция достаточно просто разбирается грузится на повозке и перевозится с места на место а ковчег просто взяли и понесли да и то же самое жертвенник стол для хлебов предложения минора все это имеет способы для переноски взяли и понесли ну и вот вам вид на лагерь израиля значит вот стоит мешкан видны вот эти вот столбы которые держат входную завесу вот покрышки мешканов мешкана и верхняя покрышка это как раз шкуры тахаши вероятно непромокаемая значит которые вот обеспечивают защиту мешкана а вот внешний жертвенник здесь тот который медный умывальник и еще обращаю ваше внимание на ограду двора мешкана это тоже столбы из дерева шитим на которых натянута вот такая занавесь сделано да вот здесь входные ну тоже такие из ткани ворота но они из парчи причем вышитой с фигурами кругов и все это вот на столбах сделанных из дерева шитим вот общий вид мешкана а теперь вернемся в наш текст так надо во первых я восполняю вот я вам сейчас видно да дерево шитим скажите мне я сделал хорошо да так значит вот это дерево шитим из нашей википедии пустынная акация это мы знаем точно тут правда проблема что этого дерева шитим существует то ли 5 то ли 10 разных видов и что было использовано при строительстве мешкана нам не очень ясно поэтому я взял вот то которое побольше будет до 21 метра потому что там есть самые разные породы этой пустынной акации хорошо вы на нее посмотрели и мы возвращаемся вот сюда так значит поход на полевой мешкан мы про него поговорили дальше был храм соломона который по сути дела надо считать вторым да ну просто здесь когда говорят первый второй имеется ввиду храмы в иерусалиме мне не очень понятно почему считать так вот давайте скажем что центральное место общения со всевышним центральное место карбонот их было все-таки три таких места поход на полевой мешкан да я не сказал одной фразы что даже в самом конце своего существования уже в земле израиля уже когда все эти самые покрышки мешкана пришли в негодность и все равно так сказать вот это место сакральное место общения со всевышним место карбонот место карбонот но по-русски сказать жертвоприношение на самом деле приближение приближение к творцу так вот это место оставалось подвижным вот эти шесты ковчега они продолжали играть свою роль мешкан стоял в гилгале мешкан стоял в шило мешкан стоял в разных местах израиля потом значит ковчег хранился в хевроне потом ковчег был перенесен в иерусалим и хранился во дворце царя давида и наконец царь шломо сын царя давида строит храм соломона то что наша традиция называет первый храм тут мы с датировкой вполне уверены это 950 тире 586 год до нашей эры всего 354 года и вот этот вот первый храм сожжен и разрушен захватчиками вавилонянами то есть он как бы не до конца выполнил свою роль наконец после возвращения из вавилонского плена строится второй храм причем он в традиции называется просто второй храм хотя по сути дела его можно было бы назвать и третьим и четвертым да в одном лице потому что он был построен во времена зарубавеля который руководил народом при возвращении из вавилонского плена но потом он был перестроен царем иродом причем перестроен основательно вплоть до того что царь ирод построил то что мы сегодня называем храмовой горой это не какая неприродная гора вот то что мы сегодня видим а это некое сооружение сделанное царем иродом это то что было сделано и значит вот этот храм который я пока условно называю номером 3 он стоял с 500 с 516 года до нашей эры значит примерно до 7 то есть не примерно вот здесь точно до семидесятого года нашей эры когда он был сожжен и разрушен римскими захватчиками всего пятьсот восемьдесят шесть лет но только вот здесь посередине в двадцатые годы до нашей эры этот храм был кардинально перестроен то есть вот с минус пятьсот шестнадцатого до минус двадцатого грубо говоря это храм зерубавеля и с минус двадцатого до семидесятого это храм ирода значит ну кстати для русскоязычного слушателя слово ирод в нашей традиции это ирод великий или ирод строитель в русском языке обычно словом ирод означают что-то нехорошее но это христианские проблемы у нас это ирод великий так так вот значит взглянем еще раз на эти три храма и отметим для себя что походно полевой мешкан полностью выполнил свою задачу и как говорят про человека в танахе и умер он в глубокой старости с миром отойдя к народу своему и насытившись днями так вот мешкан насытился днями с ним было все нормально да а вот и храм соломона и храм зерубавеля ирода они были сожжены и разрушены врагами как раз не в тот момент когда они выполнили свою задачу и мы сейчас каждый день в молитве читаем что поскорей отстрой иерусалим то есть помоги нам восстановить храм обращаясь ко всевышнему значит потому что мы понимаем что задача храма еще сегодня не выполнен я задаю себе вопрос чем таким особенным вот второй и третий или второй третий четвертый считайте как хотите храмы отличаются от походно полевого мешкана и хочу обратить внимание на спецификацию храма обратите внимание значит золото серебро медь никаких проблем все металлы использовались при сооружении храма изготовления храмовой утвари тхеле таргаман червленица шеш и козы тоже использовались при изготовлении порохота вот этих завес храма при изготовлении служебных одежд коэнов но главное они в порохоте использовались и все таки одежда она на человеке а порохот это элемент конструкции храма значит все это было а вот с деревом возникает некая проблема потому что дерево шитим в первом храме ну вот в храме соломона по крайней мере был шитимовый ковчег вот если мы посмотрим нашу раздел трума чуть дальше то там сказано сделай ковчег из дерева шитим столько локтей на столько локтей там подробная геометрия неважно но там хотя бы было дерево шитим в ковчеге потому что в храме соломона стоял тот самый ковчег который мы сделали на горе сина и мы его пронесли по пустыне и так далее и так далее вся его биография но он стоял в храме соломона а вот в храме зерубавеля ковчега уже не было в коды шкадашин не было ничего о судьбе ковчега можно поговорить это очень интересный вопрос но это будет сейчас отвлечение от нашей темы так вот в храме зерубавеля дерево шитим не было от слова совсем и когда строился храм соломона и когда строился храм зерубавеля и ирода то использовались драгоценные породы дерева использовался кедр и кипарис причем я обращаю ваше внимание что в нашей стране кедра и кипариса нет то есть разве что в ботаническом саду и царь шлому послал к своему коллеге царю храму на территорию нынешнего ливана целую экспедицию на минуточку 40 тысяч работников которые работали там вахтовым методом 10 тысяч работает 30 тысяч по домам через месяц они меняются которые заготавливали кипарисовые и меня кедровые стволы исплавляли их морем до нашего берега куда-то до явка наверное оттуда везли в ярусалим да то есть это была целая колоссальная экспедиция это момент номер один и ни о каких там кожаных покрышках понятно речи не идет храм строился из камней особой обработки так сказать царю царя шлому как нам говорят авторы книг танаха богатство было немерено и поэтому использовать древесину которая растет в эрец и сраэль и соответственно дешевая а зачем я богатый человек я использую самую дорогую древесину которая только в нашем регионе есть и вот использовался кедр и кипарис и камни особой обработки значит я хочу отметить что строительство храма из камней да еще при отсутствии ковчега в храме зерубавеля это сразу убирала вот эту идею подвижности храм стоит на своем месте и должен стоять здесь и только здесь а вот мешкан умел перемещаться с места на место просто пометим себе что он был так я сейчас не хочу говорить плохо это или хорошо и как это можно объяснить а я хочу выяснить где в торе упоминается слово шитим еще раз может кто-нибудь ответить на этот вопрос где еще есть шитим шитим это да во первых народ народ может сказать у меня есть некоторые идеи но может кого-то кто-то тоже хочет сказать да шитим от слова штут глупости это там где занимались развратом правильно точно шитим это место блуда книга бомедбар конец раздела балак это там где значит против израиля было применено сильное идеологическое оружие то есть пришли женщины как у нас сейчас говорят с пониженной социальной ответственностью и занялись с сынами израиля тем чем они умеют заниматься это место блуда где чуть было не погиб израиль как народ вот слава богу пинхас это дело прекратил при посредстве таких сильных мер и вот это вот второе место где упоминается слово шитим и на эту тему есть мнение наших мудрецов что человек грешит лишь тогда когда им это овладевает безумие рух штут дух безумия причем на индивидуальном уровне это ментально до человек может совершать ошибки может их не совершать на индивидуальном уровне но на национальном уровне это по сути идеология вот как очень хорошо сказал на там шитим штут глупость по-русски а теперь давайте еще раз посмотрим так последний раз я вам покажу вот это вот место посмотрите пожалуйста из дерева шитим были сделаны несколько уровней защиты от глупости во первых ограда двора стоит на столбах шитим во вторых собственно мешкан огорожен столбами шитим кодыш кадашим отдельно со столбами шитим и сам ковчег из столбов шитим несколько уровней защиты только не надо спрашивать меня как деревяшка может защищать от глупости не знаю но если кодыш баруху сказал что делаете из дерева шитим то я доверяю ему он знает что говорит а вот в наших храмах соломона и зерубавеля эти уровни защиты были сняты и мы знаем говорят наши мудрецы что храм царя шломо не просто так был разрушен вавилонянами а он был разрушен потому что народ израиля совершал три больших ошибки да вот там идолопоклонство и так далее и так далее значит то есть сделал глупые вещи не было защиты и храм зерубавеля ирода к в котором вообще не было дерево шитим тоже не защитил нас от беспричинной ненависти друг другу которая в частности на мой взгляд господа у нас 70 ликов торы не надо кидать в меня помидорами мне так кажется так вот на мой взгляд это беспричинная ненависть была связана с тем что в храме зерубавеля ирода дерево шитим отсутствовало поэтому у меня есть вопрос ко всем слушателям на которые я не прошу ответа просто прошу подумать не кажется ли вам что в процессе подготовки строительства третьего храма нам пора начать высаживать деревья шитим спасибо за внимание дамы и господа во первых был конкретный вопрос аудитории у кого-то есть вообще вопросы не только в качестве ответа на этот вопрос а у меня нет вопрос аудитории задал вопрос аудитории правильно высаживать шитим то бишь типа акации да 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 что надо разводить акацию порядке подготовки строительства храма вот я не прошу на него отвечать я прошу задуматься я прошу сажать деревья да я прошу сажать деревья правильно ли я помню что шламу заменил акацию ливанскими кедрами да такое быть и именно так я об этом говорил шламу послал колоссальную экспедицию к царю хираму на территории нынешнего ливана было это царства 40 тысяч человек они работали посменно по 10 тысяч месяц работают и три месяца находятся дома чтобы хозяйство не останавливалась и эти громадные деревья рубили стаскивали к морю собирали в плоты сплавляли к берегу израиля в район яфа и оттуда затаскивали в иерусалим вот это драгоценные деревья очень дорогие там какие-то детали делались вообще из драгоценного кипариса основные строительные детали балки делались из кедра это точно также был устроен храм сделаны зерубавелем и иродом да окей да 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 говори слуха да я смотрю в пояснениях раши что как бы он шитим переводит как кедра именно не как акацию как кедры нет шитим вроде штук насколько я помню по памяти там было штук нет штук вот и он это где вы нашли такой комментарий раши на толдот недельной главе главе приводится раши она это к это к нашей недельной главе к нашей недельной главе не знаю есть абсолютно другие мнения что шитим это вид пустынной акации что раши просто в одиннадцатом веке по-моему тоже до раши в одиннадцатом веке с палеоботаникой наверно был знаком меньше чем мы теперь окей спасибо пару слов я добавлю если можно да пожалуйста слышно а у меня слышно да или нет непонятно да да я говорю да да значит я что хочу сказать что дерево шитим очевидно имела функциональное значение поскольку покрывалась золотом потому что тащить если бы это было полностью все литое золотое было бы невозможно вот но конечно она имеет и другой смысл вот я согласен все но насчет переноски храмом был предназначен для переноски потом сказано что ты мне построишь дом там неизвестно какие могут быть изменения и такой дом очевидно надо было выбирать действительно лучшие материалы для того чтобы построить постоянный дом года насчет построить насчет выращивания дерева я думаю может быть не столько важно садить акации шить им сколько не делать глупости штует вот мне кажется это быстрее приблизит нас построению храма это форическое замечание такое да окей да и я бы от себя добавил я вполне согласен с тем чтобы сажать деревья окей и можно акации можно кедры можно вообще любые деревья например сажать в ноги ведь для того чтобы каким-то образом отстаивать у бедуинов ноги в которой они захватывают от израиля потому что касается храма я лично ну то есть не то что лично я услышал на самом деле я соглашаюсь таким мнением что кроме конкретных работ да вот храм который занимается шикзуром там восстановлением храмы утвари сажанием деревьев да я бы считал что тоже есть такая центральная задача именно объяснять себе и самое главное другим зачем вообще нужен храм в нашей дне что это не очевидно пока мы это не станет очевидно на самое главное не станет очевидным народу израиля во всем что который живет в израиле да в общем надежда на восстановление храма на мой взгляд они как бы минимальны но это мое мнение окей ну хорошо то принято мы быстренько переходим ко второй части нашей программы вообще на самом деле смотрите вы должны сказать участники поскольку это как бы очень хорошо у нас первая часть она занимает практически час и это очень здорово юра я очень за это как бы да надо подумать на самом деле может быть мы ограничимся как бы одним выступающим либо будем чередоваться но это такое общее замечание как тоже делать больше полутора часов общем тяжело для всех тем не менее хотел я даже коротко такую тему которая в общем не практическая она супер теоретическое в отношении храма опять же на мой взгляд очень важно для понимания как бы общей постановки вопрос поэтому вот статья который ханам парад назвал аумнам и шеф эгуим алиара цита из книги малахим сейчас мы посмотрим это то что это то что вопрошал царь шлому во время как бы открытие первого храма и русалинского который он построил а именно перевод на русский язык я постарался перевести на какой-то русский язык да а действительно ли может ну не сидеть все таки а как-то пребывать элуим бог всевышний как угодно да на земле центральный момент вообще говорят надо как-то понять совершенно не очевидно да ok так вот наша недельная глава трума она начинается таким целуем приказанием по поводу как бы воцарение шхины божественного присутствия в израиле и эта фраза называется так в ассули мигдаш в шаханте бетухам сделают не мешкан по-русски переводится жилища да так в скобках скажу просто достаточно интересно как в современном израиле все эти вот слова они принимают дополнительный смысл то что в россии называется этим страшным словом в наше время такого не было просто такого понятия не было но и слова не было ипотечное судо да вот называется машканта и знаете все серии патрианты и все жители страны вот машканта от слова как раз лышакен окей есть министерство типа там живличного строительства который так называется шикун и петух окей ну так дальше и ханатара пишет что само само это приказание да это митва для выполнения то есть цивой он вызывает огромное удивление которое выражают мудрецы не только мудрецы например донисхака барбанель своем пирушек тория комментарий тория потрясающие вещи он пишет лама цивай барах зачем вообще благословенный имя его то есть всевышний да он вообще добавил в в приказание о строительстве храма добавил в шаханте бетухам и буду я обитать среди вас и даже приводит такие потрясающие рассуждения что из этого как бы можно вообще представить что всевышний благословенное имя его он как будто какое-то это я от себя добавляю природное явление ограниченное как бы во времени и в пространстве например дождь гешим мукав и мукбаль бамаком гешим который мукбаль то есть ограничены в мукбаль бамаком а мукав смысле ограничены да ну как бы да окей вы ему в мукбаль бамаком а гречены в пространстве маши уэфэх то что он говорит то что всевышний на самом деле полная противоположность киуит барах и но гешим войну кох багешим надо понять тоже тоже такая игра слов интересная многие из вас знают такой вот что на понятные такое вот дубовое слово по-русски да материальность материализация слово материя я надеюсь слово материя кстати не от слова мат так полу юмор да вот но на иврите на иврите интересно что как бы материальность а слова гешим кашмут это материальность и это тоже как бы понятно почему потому что по-видимому и сейчас до сих пор когда идет дождь или все все новостные программы в израиль открываются сообщение сколько выпало осадков и сколько добавилось воды в кино этим главным водосборищем водохранилищем израиля но и понятно что что как бы релеванта для наших дней когда есть опреснительные станции так дальше да вот для тех времен по-видимому все материальное существование но зависело от количества выпадаемых осадков а именно гешим поэтому и гашмут это материализация и все что связано с материальным это именно гешим поэтому я думаю не зря не просто дон исхака барбанель он здесь приводит слова именно гешим сравнивать смысле что он не материальный хотя звучит просто как гешим как дождь да и так дальше киуид барах и ноги шипы и ногах бэкешу потому что он благословенный не связаны ни с какой материальностью да и у него нет никакой как бы силы в этом материальности в н.ф. в их яхо сула маком и как вообще можно как-то сопоставить с ним и как-то соединить с ним каким-то местом и говорит он сам благословенный сказал а шамаян кис и в эрац адом рогли это сказано в книге и шаял небеса киси это как бы престол мой в эрац адом рогли а земля это подножие как бы ног моих из байт ашер эти внули вы и за маком и минухати это из книги шаялу как же можно построить мне дом и как же можно сделать мне место в котором я буду пребывать отдыхать вот так совершенно непонятно такая постановка вопроса как найти на это какое-то направление ответа дальше произойдет говорит что вот этот вопрос он уже почти его подчеркнут находится в медрошах мудрецов в книге шмот раба шмот раба это книги каждой книги хумаша есть соответствующий сборник медрошей который называется по имени этого хумаша этого пяти книжных одного из пяти книг пришит раба хумаш шмот раба вайка раба и так дальше и вот на бедра шараба уже сказано и там приводится очень красивый на мой взгляд диалог между мошарабейно да и между владыкой милори бойна шаруэлом да сказано бэшаш амара кадушбойла мошэ асэ лимишкан в тот момент когда всевышний благословенное имя его сказал мошэ сделай мне мешкан сделай мне жилище мошэ наполнился изумлением и сказал слава всевышнего славы всевышнего наполнены верхние и нижние то есть как бы небеса и и земля в уме рассели мешкан и он мне говорит сделай мне жилище а дальше приводится эта фраза из книги малахи можете посмотреть малахим аллах до 1 8 глава 20 стих действительно ли возможно чтобы всевышний обитал на земле дословно просто сидел на земле амар локадыш бару потрясающий ответ а что ему ответил всевышний а всевышний ему ответил локэшэм шаата савур кахани савур твои соображения не мои соображения эла а дальше говорит 20 амод 20 локтей это доска севера и 20 с юга и 8 запада и не только так что я тебе скажу то есть 10 метров 10 метров 4 метра локоть это где-то приблизительно полметра до локоть а более того более того я спущусь и я сокращу свое присутствие это вот знаменитый цим цум понятие в кабале до бытох ама аляма на площади ама аляма то есть локоть на локоть то есть полметра на полметра в скобках писано что имеется в виду да арон то есть как бы там где хранились луход и сами луход говорит что дальше она пора говорить что вообще он считает что вот эта вот вся идея да о том как как всевышний может присутствовать и все что это они считают что в основном то есть были такие 19 веке направление которое называлось библейская критика которые считали что вообще все вот эти вот вопросы якобы философские эти вопросы позднейшего времени они не относятся к тому времени конкретно который описывается в фторе либо в танахе во времена шломо либо во времена мушер обейну но мы видим что уже шломо амелов дал потрясающее выражение вот этой тире этому изумлению именно в тот момент когда он ханах а именно праздничная церемония по освещению введения в стройскайте как угодно храма который он построил храма соломона и то что он говорил свои семьи своей своей филе ки амнам и шеф и луи маляр действительно может такого быть чтобы всевышний сидел существовал на земле и на шамайм и шамайм лой калылуха ведь и небеса и небеса небес не лой калылуха не могут не могут вместить тебя авки байтазе аш ашер баните неужели этот дом который я построил фантастическая вещь шломо построил дом исходя из того что да возможно но тем не менее вот это вот философская мысль да о том как такое вообще может быть она видимо не сопровождала все имени покидала в последний момент и действительно продолжает хана парад и говорит вопрос ты я изумление шла муам эллаха она она потрясающе и она действительно глубокое и по существу в этом в то что вопрошает шла муам эллах можно выявить 2 2 200 2 основных вопроса первый какой как такое может быть что владыка мила владыком мира слиха которого не вмещают ни небеса не небес не мес не не мес да не могут вместить его он может лыть гашем вот опять слова лыть гашем он может материализоваться как будто бы да и обитать на земле это первый вопрос а второй вопрос такой даже если мы предположим что может быть связь до между всевышним и окружающий нас природой миром почему он должен себя лицам цем почему должен себя сжимать до пространство храма ведь сказано про всевышнего молеку ля распада вся земля насыщенность полница славы его и какой у него есть как бы 40 какая у него есть необходимость обитать существовать в каком-то определенном физическом месте и дальше про за храм парады говорит что вообще правильно предположить что надо найти правильные ответы на эти вопросы почему потому что если мы не поймем как подходит еврейская традиция какой вообще смысл в построении храма то тогда не дай бог вся работа по построению храма она может лейдардер то есть как бы превратиться либо опуститься на моральном уровне нечто похожее язычеству нечто похожее на то как какой-то властелин у которого есть материальное тело да он ему необходим дом как любому существу на земле у которого есть материальное обличие как бы тело начиная от не знаю улитки которые ищут дом и кончая там не знаю слонов предположим которые тоже наверно ищут какое-то махасы прикрытия аж про человека прежде всего чек в любом месте прежде всего стоит палатку дом что-то такое он не может без этого существовать и надо найти правильный вопрос на этот ответ потому что иначе иначе мы можем свалиться в бездну как бы язычество окей а вот дальше начинаются ответы этот ответ один из первых ответов он потрясающим слове которая на арамите звучит вот так вот очень непросто называется лэ а что мудо я надеюсь что я произношу правильно вот что такое вот это вот а что мудо который является одним из ответов на поставленный вопрос вот он пишет ответ на вопрос а действительно ли может вместиться обитать всевышний на земле она находится вы можно найти в таком очень образном языке который языке книги зоар да это книги киба кабалы в той части который называется патах или ау это вот кстати говоря кусок который у сфарадим например принято читать перед каждый день перед началом утренней молитвы зайти как потрясающе сказано я не буду читать но можно прочитать на арамите я надеюсь что будет близко к технику там я скажу переведу на иврит как здесь приведено и переведу на русский у барата шмая вы ара на аж тамудо баэн и лаин в эхет и на гунь баун и лаи в это таин в эхе что амудан и лаи митах не это тай вы лейт бах дидаклаль окей итак наш перевод на иврит он такой и создал ты небеса и землю и все создания вселенной а дальше это потрясающее слово стоит где еще и ваду вот аж тамуда это где еще и ваду баэм ай леоним для того чтобы познались проявились в них всевышняя верхние то есть нижняя земля нужно для так для чего для того чтобы в них отразились проявились выразились до его ду от слова лада знать его ду можете сказать как признались как выразились как проявились верхние то есть нижние нужны для того чтобы в них проявились верхние и для того, чтобы познать, как проявляются верхние и нижние, и для того, чтобы понять, как верхние проявляются в нижних и нижние проявляются в верхних, но тем не менее, естественно, заканчивается все это как бы некоторым предупреждением, которое звучит так. Но нету того, кто бы вообще понял тебя. То есть, есть некоторое наложенное ограничение о том, что нижним, в том числе людям, невозможно понять Всевышнего, но тем не менее, его проявления Всевышнего мы можем увидеть в нижних, и для этого они существуют. И так вот, очень интересно, что то, что про Всевышнего сказано в «Эйн» «Миши-Юдея-Бок-Лаль» нету того, то есть нет сотворенного, которого вообще познала его вообще целиком, и хоть как-то, да? Тем не менее, «Миш-Токек-Лэ-И-Вада» тем не менее, он хочет проявиться не только в верхних, «Элэ-Гам-Ба-Тах-Тони-М» но и в нижних, «Вэ-Элэ-Гал-От-Ба-Эм-Э-Т-Ш-Хи-На-То» и для того, чтобы выразить в них или открыть в них свое присутствие, для того, чтобы «Иску-А-Коль», чтобы все удостоились, «Лэ-Кир-Ва-То», и отсюда вот это слово «Кур-Бан», то есть «Лэ-Кир-Ва-То» приблизиться к нему, и от этого слова «Кир-Ва-Кур-Бан», и «К-Р-Вим», кстати, то, что по-русски переводится «Кир-Вим», совершенно как бы, не знаю, оторванным от какого-то смысла, «Вэ-Элхуб и Драхав», и пойдут по их путям, по путям как бы верхних, да, вот это вот очень, вот это, на мой взгляд, это очень интересный подход, да, теперь дальше, быстренько перехожу к концу, потому что как бы не остается время, вот очень интересный, то есть как бы общий вывод из того, что мы сказали, заключается в том, что «Шхен-Ато», божественное присутствие, оно пребывает и в верхних, и в нижних, а нижние нужны для того, чтобы верхнее могло в них отразиться, и в этом может быть какой-то вот кивун направлений для понимания, зачем вообще как бы нужен храм, окей, теперь дальше, очень важное как бы выражение или как бы цитата для нашего понимания можно найти в Гемаре в конце Масахэта Магила, трактата Магилы, Амар Раф Йоханан, «Коль маком шата муцек дулато, шель маком ша мата муцек аванато». Очень интересно сказать, всякое место, где ты находишь величие маком, маком – это одно из эпитетов Всевышнего Бога, называется слово маком или амаком, то самое место, называется маком. Так вот, Раф Йоханан говорит, всякое место или любой случай, когда ты видишь проявление величия Всевышнего Бога, маком, шамата муца ванато, там ты и увидишь его скромность. И дальше говорить, что вот такой подход, мы его находим и в Торе, и в Невиим, и в Ктувим, то есть все то, что составляет три части Танаха. Тора, Невиим, Ктувим. И поэтому вот то часто цитируемое место из Ишаяу, которое я сейчас как бы озвучу, оно проясняет его с очень большой ясностью. Кико Амарам Венеса так сказал парящие в высотах, скажем так. Шохэн Ат Вэкадош Шмо, существующие всевечно и святое имя его. Маром Вэкадош Эшкон, как бы в высотах, высоко и в святости я буду пребывать. Но сказано, для чего? Для того, чтобы... Нет, Дака. Дака – это от слова дикуй. Дикуй – это прессирование. Это для того, что униженного и подавленного духом для того, чтобы наполнить его духом, даже оживить его духом, оживить духом униженных. И для того, чтобы оживить сердце задавленных. Можете посмотреть точный перевод. Вот такая потрясающая фраза. Тут вот тоже видно, для чего вообще существование как бы верхнего и нижнего. «Я наверху, но зачем?» Для того, чтобы помочь тем, кто находится внизу и даже в самом низу низов. Тот, кто находится не просто на земле, а тот, кто недах, то есть подавленный, и тот, кто шафель, тот, кто униженный. Да, можете посмотреть это из Ишаяу, 57 глава, 16 стих. И дальше, вот сейчас мы подходим уже к получению возможного ответа на поставленный в начале вопрос. Амнам, Ишев, Иллюим, это Адам аля Арец? Как такое может быть, что Всевышний может вообще обитать на земле? А вот какой ответ? Секундочку. Прожидает Ханам Парат и говорит, даже несмотря на все те аргументы, которые мы сказали, тем не менее, человеку все равно остается огромное ты и я, огромное изумление. Как такое может быть при всем том, что ты мне объяснил? Как такое может быть, что Всевышний может обитать на земле? Это не укладывается в голове. И пишет, и посмотрите, посмотрите, как чудно сказано. Посмотрите, как чудно все это складывается. Смотрите, в параллельном пасуке, стихе на вопрос шло муамелыха, как мы сказали, в книге Малахим, 8 глава, 27 стих, то, с чего мы начали, наше объяснение, кианнам, ешеф, илуим, алярс, действительно ли будет существовать Бог на земле? Но с фубы, с эфир, девра и амим, добавилось в книге девра и амим, хроника дней, так, по-моему, это переводится по-русски, посмотрите, глава 6, 18 стих, добавились к этому пасуку всего два слова. Какие два слова? Давайте посмотрим. кианнам, ешеф, илуим, это адам, алярс, что добавлено? Добавлено два слова, по-русски это вообще как бы одно, это адам, ну, два тоже, с человеком, то есть перевод, ответ на вопрос, сможет ли пребывать Всевышний на земле, добавилось два слова, и тогда эта фраза звучит так, а сможет ли существовать Всевышний с человеком на земле? Понимаете, какая потрясающая штука? Добавил всего два слова. Не просто он существовать, он с большой буквы, а он с человеком. И тогда получается, что получается как бы обратная постановка вопроса на самом деле. Так мне это себе представляется. Почему? Потому что получается как бы такой ход, что мы переносим акцент не с вопроса, каким образом обитающая высота спускается вниз, а вопрос наоборот. Если мы говорим о том, что есть пара, то вопрос не столько к первой части этой пары, а именно Всевышнему, как он может спуститься, а гораздо больше вопрос к человеку, который второй части этой пары, каким образом он может подняться. Получается, что это перевернутый вопрос, понимаете? и вопрос не столько, каким образом Всевышний, который обитает везде и так далее, то, что мы посвятили большую часть как бы, да, вот разбор этой статьи, каким образом он сможет спуститься до ама-ля-ма, пол локоть на локоть, пол метра на метр, каким образом человек, который без праха земного, каким образом он может подняться для того, чтобы быть со Всевышним. И тогда ответы на этот вопрос, он как бы тоже отбивается. Как? Потому что сказано, да, как сказано в традиции. Уман да напах медили напах, миши напах, миши лонапах. Это значит, тот, кто вдохнул в человека рух, дух, от себя вдохнул. И тогда ответ на этот вопрос, он такой, да, действительно, мы знаем, что человек, он из праха, и он вправ возвращается. Но между этим и этим, да, в нем есть рух. А откуда этот рух? Этот рух не от природы, он не от земли. Этот рух, который от Всевышнего. И поэтому, поэтому у человека, да, есть возможность соединиться со Всевышним. Знаете, как бы практически не осталось времени, тут есть еще две, два очень больших параграфа, да, мы, к сожалению, сейчас не сможем их разобрать целиком, но я просто хотя бы скажу инспективно, что вы понимали, какое дальнейшее развитие. Значит, дальнейшее развитие, когда вот мы разобрали предполагаемый ответ на вопрос Шулума, который мы нашли в книге Деврея и Амин, каким образом может обитать Всевышний на земле, ответ такой, где в книге Деврея и Амин сказано, что может обитать с человеком. Почему человеком? В человеке есть рух и локим, в нем есть что-то от божественного духа, и поэтому он, да, может сочетаться с Богом, и теперь вопрос, где он может с ним сочетаться. И тогда Ханан Парад очень коротко, к сожалению, у нас сейчас нет времени, он объясняет такую очень глубокую идею цинцума. цинцума это как бы грубо, ну так, если совсем грубо певать на русский язык, это какое-то сжимание божественного присутствия, которое занимает все миры верхние и нижние, да, он их сжимает до некоторого физического пространства, которое, более того, как вот нам до этого Юра объяснял, да, оно совершенно точно сказано из каких материалов, каких точно размеров должно быть. Вот как бы применение к нам, вот эта вот идея как бы цинцума, да, это первый подход, каким образом можно понимать цинцум, а второе, второе, это понятие храма. Юра тоже про это говорил, и понятие храма в свете того, что вот сейчас мы как бы разговаривали, храм представляет собой Мекудат-Мевгаш, точку встречи, и он объясняет это таким, ну, такой иллюстрацией, как может быть или существует подземный источник, да, в котором как бы жизненная сила, в котором, но мы реально не, мы не знаем, мы ходящие по земле, мы не знаем, где существует этот источник в глубине земли, и то, когда он вырывается наружу, тогда мы видим, видим его как бы силу, его мощь и так дальше. И в каком-то смысле можно сравнить, что вот этот бейт-мегдаш это точно такой же выход вот этого источника божественного присутствия, источника божественного духа на землю, только может быть не снизу, а сверху. И поэтому, если рассматривать бейт-мегдаш как слега бейт-мегдаш, как некуда мивгаш, как место встречи, это место встречи вот с этим источником. Ну и как бы последнее, очень коротко говорю, вот эти три большие вещи. Третья вещь, Ханан Парат объясняет о том, что в плане временном встреча человека со Всевышним, она в своей полноте может осуществиться только при возвращении евреев Израиля на эту землю. Почему? Потому что, как сказано у пророка, что в день возвращения евреев на землю они встретятся с Всевышним ки айн ба айн и рау. То есть глазом, то есть дословно это встреча с глаза с глазом. То есть реально-реально это вот физическое ощущение божественного присутствия, оно может быть только тогда, когда евреи возвращаются на землю. Почему? Потому что, как сказано у пророка Ишаяу, посмотрите 52-й глава, 8-й стих. Кольцов эха нас уколь яхдаф иранэну ки айн ба айн ирау бэшу фашем циен. Кольцов эха голос тех, кто аж видит зреет тебя наполнится голосом, вместе будут ликовать. Почему? ки айн ба айн ирау бэшу фашем и циен. Потому что, можно сказать, с глазу на глаз встретятся при возвращении Всевышнего евреев циен. ки айн ба айн ирау бэшу фашем и циен. Вот такое потрясающее третье некуда вот к этому такому поэтапному объяснению. Ну, вот как бы на одной ноге, к сожалению, я не успел как бы рассказать про хотя бы пару слов, что такое цинцумы и вот маком ивдаш вместо встречи. Ну, мне кажется, что как бы в отпущенное время хотя бы было более-менее видно перспектива, которая может быть к этому подходу. Ну, вот все на самом деле как бы то, что я хотел сказать. Да, но вот Федор спрашивает, но по-моему, это больше Кьюри по поводу деревьев, да? Раха в дырах и браха только похожи однокоренные. Нет, браха от слова берах. Берах – это колено. Ну, по-видимому, наверное, идея такая, что когда человек получает богословение, наверное, он преклоняет колено. И отсюда очень может быть, что как бы то, что заимствовано христианской дальше традиции, то, что как бы слоняльной говоришь, берах – это браха от слова берах, да? А дырах – это от слова топтать, ходить. Ледрох – это топтать. Раха, если я правильно понимаю, это уже написано по-русски, раха – это от слова как бы пространства. Окей? Ну, хорошо, вот как бы это то, что я хотел как бы сказать, изложить. Если у народа есть вопросы, пожалуйста, можете озвучить. Если нет, то как бы мы более-менее заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Окей? Да, Непофей, пожалуйста. Спасибо большое. Если можно, вопрос, возможно, я слишком буду сейчас умствовать, но я помню, по Рамбаму вроде всегда говорил, что Всевышний не является объектом этого мира. НЛОГУВ и НЛОДМУДГУВ, правильно. Да. Так вот, если все-таки для него находится место, где он тут обитает, как тогда с этим будет, он становится объектом? Смотри, твой вопрос совершенно правильный. Эхоанаппарат не приводил Рамбама, но это было как в рамках того, что он говорил, в рамках как бы первичной постановки вопроса. И это то, что приводил Идонис Кагбарбанелька там говорит, что Улогешем, который мукаф, мукаф и мукбальбы маком. Да. И это то, что Мушарабейна говорит, спрашивает. Ну и как бы ответ, предполагаемый ответ, вот это развитие того, что говорил Хананаппарат. Как я понимаю, вопрос не в том, как он может себя, он с большой рукой может себя сместить, каким образом человек может подняться до встречи с ним. Такой ответ. Окей, окей. Ну, как бы более-менее. Хотя, тебе говорю, жалко, может быть, когда-нибудь у нас будет время, мы там немного можем узнать, очень доходчиво объясняя это понятие, что такое понятие цим-цума вот этого сокращения. Да? Окей. Но как бы вся идея, вся идея, насколько я понимаю, это вот Аштамуду очень здорово, да? Шиит-вода. Ит-вода это для того, чтобы показался признался, да, для того, чтобы был понят в нижних, для того, чтобы он должен быть понят в нижних, для этого верхние должны проявиться. А где они проявляются, в том точке, где источник выходит наружу. и во временном, и в географическом как бы понятии. И это Маком Накудат Мевгаш, Маком Мевгаш, место встречи, да, между верхними и нижними. Ну, вот так, наверное. Хотя, действительно, самый начальный вопрос был, что это ты и я, если Мушер Абену как бы таа, а именно изумлялся, ну, так мы изумляемся не меньше. И вот то, что я сказал, мое дополнение к тому, что говорил как бы Юра, оно в этом заключается. То, что мы, которые как бы в теме, скажем так, и мы тем не менее изумляемся, и Мушер Абен изумлялся, и мудрецы изумлялись, ну, так понятно, что люди, которые не в теме, грубо говоря, не религиозные, как говорится, для них очевидно совершенно, что это полный бред строить какой-то дом или что-то, зачем это надо? Ты можешь помогать бедным, несчастным, можешь помогать этим самым политическим уберищем, которые площадь, там эритрейцы, эмигранты и все. Понимаешь, вот видимо, такой будет стандартный ответ. Зачем строить какой-то дом, там какую-то утварь ставить и все, бред какой-то. Понимаешь, в их глазах это действительно похоже на что-то типа идолопоклонства халила. И поэтому наша задача действительно каким-то образом объяснить людям, что это не так, донести до них вот эту идею, что без этого, без того, чтобы народ зажегся этой идеей и как-то ее понял. Мне кажется, совершенно бессмысленный разговор о том, чтобы сажать деревья или там делать какие-то храмовые утвы, потому что это совершенно не будет поддержано народом. Народ не увидит в этом никакого смысла. И с его точки зрения логично не увидит. Окей? Хорошо? Ну, на этом как бы заканчиваем, правильно? Все. Тогда всем спасибо за участие. Юрий, спасибо за очень интересное объяснение про строительство, про материалы. Будем встречаться, Даш, с Божьей помощью. Хода что? Всем мы счастливы. До свидания. Спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok